Здравствуйте, в эфире CBC и CBC FM Новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Азербайджан всеми силами готовится к КОП-29, не жалея усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего планеты. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 29-го заседания высокого уровня на тему «Путь к КОП-29. Устойчивое и прочное будущее». Париж жаждет новой крови на Южном Кавказе. Минобороны Франции соврало, заявив, что поставляет в Армению военную технику исключительно оборонительного характера. Ереван и Париж подписали контракт о купле-продаже самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Россия и КНДР определили вектор своих отношений на годы вперед. По итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили президент Владимир Путин и Ким Чин Ун. Азербайджан не жалеет усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого и устойчивого мира. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Эльхам Алиева к участникам 29-го заседания высокого уровня в Баку на тему «Путь КОП-29. Устойчивое и прочное будущее», организованным Международным центром Низами Гяндживы. Глава государства подчеркнул, что в рамках КОП-29 в Баку пройдут переговоры по согласованию новой коллективной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года. Азербайджан намерен принять все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности. В числе приоритетных вопросов в рамках председательства на КОП-29 президент Эльхам Алиев отметил и решение проблем, с которыми сталкиваются малые и островные развивающиеся государства, так как они наиболее подвержены негативным последствиям изменения климата. В своем обращении Эльхам Алиев также высоко оценил стремление Центра Низами Гяндживы оказать поддержку в рамках трехдневного мероприятия, посвященного подготовке КОП-29 в Баку и освобожденном Зангилане. По словам главы государства, Международному центру удалось за короткий срок завоевать высокий авторитет и доверие. Инициативы центра высоко оцениваются на международной арене. Эльхам Алиев выразил уверенность в том, что дискуссии, проводимые в Центре Низами Гяндживы, внесут вклад в продвижение повестки дня климатической деятельности. 29-е заседание высокого уровня на тему «Путь к КОП-29. Стабильное и устойчивое будущее», проходящее сегодня в Баку, организовано Международным центром Низами Гяндживы. В его работе принимают участие около 100 гостей. Ход заседания отслеживает наша коллега Жаля Гусейнова. Передаем слово ей. Здравствуй, Жаля. Добрый день, коллеги. Сегодня в Баку начало свою работу 29-е заседание высокого уровня. Дорога, ведущая КОП «Устойчивое будущее», которая организована Центром Низами Гяндживы. В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджип, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, а также президент КОП, также 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Эскинуса и другие официальные лица. Также с видеообращением к участникам конференции выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тетрус Адонос Гибриесос. В начале мероприятия помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджип зачитал обращение главы государства к участникам мероприятия, в котором было отмечено, что Азербайджан усердно готовится к проведению климатического саммита КОП-29, который пройдет в этом году, в ноябре месяце. В обращении президента Азербайджана было отмечено, что страна не жалеет усилий для достижения зеленого, справедливого и инклюзивного, устойчивого мира, а также положительных результатов для будущего нашей планеты. И, конечно же, одна из главных задач – это борьба с изменением климата. И эта проблема, связанные климатические проблемы, находится также в приоритете главных вопросов, которые будут обсуждаться на климатической конференции КОП-29. И Баку в рамках сотрудничества с другими государствами постарается найти разумные решения в борьбе с изменениями климата. На КОП-29, как было отмечено в обращении главы государства, также будут обсуждать коллективную цель по климатическому финансированию после 2025 года. И Азербайджан будет стараться делать все возможное для продвижения процесса КОП, а также обеспечения эффективной климатической деятельности и достижения КОП-29 в рамках мероприятия «Успешных результатов». Основная цель сегодняшней конференции – это обеспечить совместную деятельность заинтересованных всех сторон для сотрудничества и также для обеспечения успеха климатического саммита. Отмечу, что 29-я сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата КОП-29 пройдет в этом году в столице Азербайджана, городе Баку, в ноябре месяце, мероприятие продлится две недели, ожидается участие более 80 тысяч участников с разных стран. Решение о проведении КОП-29 было принято на прошлом саммите, в прошлом году в ноябре, которая конференция прошла в Дубае 11 декабря. И в течение двух недель столица Азербайджана станет центром мира и примет множество гостей. Сегодняшнее мероприятие продолжит свою работу и завтра. Третий день встречи пройдет на освобожденных территориях в Зангеландском конгресс-центре. Также будут обсуждаться важные климатические вопросы в рамках КОП-29. Студия у меня на этом все. Спасибо, Жаль. Жаль Гусинова рассказала о заседании Высокоргня на тему «Путь в КОП-29. Стабильное и устойчивое будущее». Руководство Франции не может простить Азербайджану свою изоляцию от региональных процессов и продолжает подрывную политику на Южном Кавказе. Основой этой политики является милитаризация Армении и поддержание там реваншистских настроений. По данным СМИ, Париж и Ереван накануне подписали контракт о купле-продаже самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Министерство обороны Азербайджана, комментируя эту новость, подчеркнуло, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе будет нести именно Франция. Оснащение Армении и Франции артиллерийскими установками смертоносного и наступательного назначения и другими видами вооружения, несмотря на предупреждение азербайджанской стороны, является очередным доказательством провокационной деятельности Франции на Южном Кавказе. Хоть Министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года уверяло, что поставляет в Армению военную технику исключительно оборонительного характера, передача Еревану из самоходных артиллерийских установок «Цезарь» раскрыла ложь и лицемерие руководства Пятой Республики, говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана. Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе. Армения, несомненно, больше всех пострадает от такого поведения Франции. Как сказал президент Ермалиев, Азербайджан не останется равнодушным, если вооружение Армении достигнет до точки угрозы для нашей страны. Армения – страна, совершившая в отношении Азербайджана военную агрессию и оккупацию, и ее перевооружение Франции, постоянным членом Совета безопасности ООН, является примером политической безответственности, уверены в Баку. К тому же Париж открыто поддерживает реваншистские настроения в Армении, пытаясь разжечь новую войну на Южном Кавказе. Речь идет не о каком-то государстве, а о государстве, которое в своей конституции имеет территориальные претензии к Азербайджану, о стране, которая в течение 30 лет держала под оккупацией нашей территории, и о населении, которого до сих пор имеет реваншистские чувства. Поэтому Азербайджан имеет право предпринять соответствующие шаги по разоружению Армении, чтобы обеспечить свою безопасность. Иными словами, безответственность властей Армении на фоне поддержки Франции определенно открывает путь к новой войне. В Азербайджане не удивлены подобным усердием Парижа. Франция имеет богатый, вызывающий отвращение опыт разжигания очагов войны и конфликтов в различных частях мира. Париж сует свой нос не только на Южный Кавказ. Он продолжает угнетать население островов, находящихся за несколько тысяч километров. Процессы, происходящие в Новой Каледонии и других заморских колониальных территориях, эксплуатация коренных народов, разграбление их природных ресурсов, изменение демографического состава этих территорий в результате российской политики, подавление протестов силой крови и оружия являются проявлением истинной сути режима Макрона. Но с Азербайджаном такое не пройдет. Как напоминают в Министерстве обороны Азербайджана, вся ответственность за обострение ситуации на Южном Кавказе и возникновение нового очага войны будет нести Союз Еревана и Парижа. Эллада Мамедова, CBC Подрывной деятельности Парижа в регионе Южного Кавказа мы поговорим с гостем на прямой связи со студией, кандидат юридических наук Азербайджаном Азербайджаном. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, Рокатман. Ну вот мы видим, что провокации Франции на Южном Кавказе, в данном случае вооружение Армении, ничто иное, как доказательство провокационной деятельности. Почему Пятая Республика не оставляет попыток повлиять на достигнутые договоренности между Баку и Ереваном? На мой взгляд, здесь имеет место быть несколько факторов. Значит, то, что вы сказали, это одно обстоятельство. То, что Франция не то, чтобы обиделась, она, скорее, считает себя оскорбленной, что осталась в стороне от всех процессов, которые происходят на Южном Кавказе с участком Азербайджана. Поскольку она 30 лет, она являлась официально де юре, де факта, сопредседателем так называемой Минской группы ОБСЕ, которая занималась элементарными, просто политическими манипуляциями, совершенно бессмысленными, которые были направлены на затягивание, на замораживание процесса, на консервацию этого статуса КВО, так называемого, тогдашнего. Чтобы со временем этот вопрос забылся, на их взгляд, чтобы сохранить навечно этот тогдашний статус КВО. А теперь раскрылась истинная лицемерная сущность Франции, правящего режима Франции. И теперь они остались в стороне от всех этих процессов. И тут, конечно, имеет место быть обида, оскорбление. Азербайджан неоднократно говорил в открытую, что Франция ведет себя совершенно недопустимым образом. Франция себя все 30 лет позиционировала как будто бы как нейтральная сторона, заинтересованная в достижении мира стабильности на Южном Кавказе. И до сих пор иногда Франция, правящий режим Франции, до сих пор хочет имитировать этот же процесс. Давайте вот вспомним буквально неделю назад, вот 8 июня этого года, значит, совместное заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и, значит, президента Франции Эммануэля Макрона. О чем это заявление относительно Южного Кавказа? Они оба, значит, выразили свою поддержку, свою приверженность, значит, установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, причем основанного, как они оба заявили, слово в слово говоря, основанного, значит, на уважении международного права, принципов суверенитета, нерушимости границ, территориальной ценности и, значит, суверенитета. И в интересах как будто бы народов этого региона. Да хотел бы я спросить от того же Макрона. Так все 30 лет вперед армянская оккупация азербайджанских земель. Почему даже будучи сопредседателем Минской группы БСЕ, и те же самые Соединенные Штаты Америки по большому счету, да? Почему они, кроме тех четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 93-го года, которые обязывали Армению незамедлительно и безоговорочно освободить оккупированные азербайджанские территории? Почему они не реагировали на это, на эти четыре резолюции Совета Безопасности ООН? Почему они не призывали, я не говорю то, что мы принуждали, они обязаны были принудить Армению к исполнению этих четырех резолюций. А почему они даже не то, что не принуждали, они даже не призывали публично, официально, не призывали армянскую сторону, исполнить четыре резолюции Совета Безопасности ООН. А теперь, понимаете ли, теперь, когда Азербайджан, естественно, не нарушив ни одной буквы международного права, освободил собственные территории, я об этом много говорил, воспользуясь той возможностью, которой предоставляет статья 51-го Устава Организации Объединенных Наций, значит, право государства, право, значит, страны на самооборону, освободил собственные территории, когда Азербайджан решил эту проблему, когда Азербайджан окончательную точку поставил в этом вопросе, и когда они понимают, что конфликт исчерпан, идет процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и вдруг, значит, они вспомнили о том, что надо, оказывается, уважать международное право. Азербайджан всегда уважал и уважает международное право, и строит свои межгосударственные отношения с любым государством, именно через призму уважения международного права, через призму уважения суверенитета, нерушимости границ, территориальной целостности других государств, стран и собственной страны. Но, тем не менее, значит, вот это политическое, невиденное, безграничное политическое лицемерие Парижа, не знающая границ, не знающих пределов, поскольку они, понимаете, это политическое лицемерие получило уже такие черты циничности, откровенной циничности, вот как Франция все последние 200-300 лет, то, что цинично уничтожало собственное коренное население на своих заморских, так называемых, заморских территориях, которые являются фактическими колониями Франции. До сих пор вот Новая Калейдония, недавно был конфликт, и другие заморские территории, которые являются колониями Франции. Хотя после Второй мировой войны в 1946 году весь мир принял неоднократно множество документов в 1946 и последующие годы, начал процесс деколонизации по всему миру. И Франция на словах поддержала, конечно, эту декларацию, вот эту новую идею, новую волну. Но, тем не менее, Франция от своих колониальных идей не отказалась. Она, наоборот, хочет укрепить свое присутствие на новых территориях, превращая их в собственные колонии. И тут, видите ли, на Южном Кавказе, вот опять же, в этом контексте я хотел бы вспомнить, понимаете, недавнее заявление, и причем не первое это заявление, мера Парижа, так называемой госпожи мадам Идальго. Понимаете, это госпожа Идальго видно, понимаете, как герой Сервантеса Дон Чехот Ламанский Идальго, тоже, да, но она же, кстати, тоже является уроженкой Испании, андалузской Испании, да, значит, герой Сервантеса, зачитавшись романов о средневеков, подвигах средневековых рыцарей, значит, подался в эти собственные, значит, воображаемые подвиги. И видно, мадам Идальго чего-то зачиталась, тоже каким-то образом повредила ум, как, значит, литературный предок ее, Дон Чехот. Видно, повредила каким-то образом ум, ей померещилось, что есть какая-то угроза армянской стороне, армянскому государству, она призывает, значит, официальные власти Парижа, разместить вооруженный контингент, то есть, милитаризировать Армению. Вот чем занимаются французские власти. Она, кстати, тоже была несколько лет назад кандидатом на пост президента, правда, там собралось совершенно ничтожное количество голосов, но это говорит в принципе о тенденциях французского правящего режима. Позовем, да, Дизайн, так и есть, мы видим, как правящий в принципе не справляется со своей внутренней и внешней политикой, и вместо того, что заниматься своими проблемами, она занимается всем, чем угодно, и вот, как вы заметили, спасибо, в первую очередь, за ваше подключение, за ваши ответы, я хочу напомнить нашим зрителям, что подрывную деятельность Франции мы обсудили с гостем, с кандидатом юридических наук Азербайджаном. Спасибо, Азербайджаном, до свидания. Спасибо. Спасибо. Франция предпринимает шаги по проникновению в регион Южного Кавказа для того, чтобы обострить ситуацию, убеждены в общении западного Азербайджана. Действия руководства Армении, которая с одной стороны говорит о мире, а с другой закупает наступательное вооружение, противоречиво напомнили в общении и потребовали от Армении не поддаваться провокациям Франции, положить конец реализуемой ею масштабной программе милитаризации и встать на путь мира с Азербайджаном. Шведский парламент своим подавляющим большинством голосов проголосовал за спорное оборонное соглашение с Вашингтоном. По сообщению местных СМИ после пятичасовых дебатов 266 депутатов проголосовали за соглашение 37 высказались против. Остальные 46 законодателей отсутствовали на заседании. Для принятия законопроекта необходимо было получить большинство в 75%. Противники соглашения опасаются, что оно может привести к размещению в Швеции ядерного оружия и расположению постоянных военных баз США в стране. Соглашение, подписанное Стокгольмом и Вашингтоном в декабре, представляет Соединенным Штатам доступ к 17 военным базам и полигонам Швеции. Также оно позволяет хранить на территории страны свое оружие, военную технику и боеприпасы. Для вступления договора в силу шведский парламент должен в том числе принять решение о законодательных изменениях, которые будут обязывать военнослужащих США подчиняться американским законам, находясь на шведской земле. Истребители Ф-16, поставляемые Киеву и Вашингтоном, будут размещаться на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в случае угрозы украинская сторона сможет использовать системы ПВО, включая поставляемые Соединенными Штатами для уничтожения российских самолетов в небе. При этом помощник Джо Байдена уточнил, что речь идет также о самолетах, находящихся в воздушном пространстве России. Ранее украинская сторона допускала размещение американских истребителей лишь на зарубежных авиабазах. Как отмечал начальник авиации командования воздушных сил ВСО Сергей Голубцов, некоторые переданные Украине истребители планировать базировать на безопасных авиабазах за границей. Такой шаг, по мнению Киева, позволил бы обезопасить самолеты от ударов российской армии. Наблюдается полное единство между федеральным правительством и премьер-министрами в борьбе с незаконной миграцией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с Виттенберге с главами шестью правительств этих земель. По словам Шольца, в прошлом году были приняты далеко идущие решения, которые в ближайшее время вступят в силу. По итогам встречи с главами шести восточных земель Германии канцлер ФРГ Олаф Шольц константировал единство мнений по вопросам незаконной миграции. Решения властей ФРГ будут направлены на снижение числа иммигрантов в стране. По словам Шольца, в прошлом году были приняты далеко идущие решения, которые в ближайшее время вступят в силу. Наблюдается большие изменения за последние 20 лет. Этот вопрос является крупнейшим изменением правовой базы. Уже сейчас можно наблюдать снижение числа тех, кто приезжает в Германию нелегально. Данный шаг будет включать пограничный контроль, а также миграционные партнерства, чтобы те, кто не может остаться в Германии, были возвращены. Мы сделаем все возможное, чтобы эта тенденция сохранилась. Премьер-министр земли Саксония Анхальд, Райнер Хозелов, возглавляющий конференции глав правительств восточных земель Германии подтвердил слова канцлера об успешных переговорах. Политик отметил, что по всем поднятым на встрече темам было достигнуто согласие. Прежде всего в том, что необходимо действовать в том числе из-за того, чтобы не допустить успеха правых популистов на предстоящих выборах в землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия. Как указал Хозелов, нападение с ножом в Ольмертштетте под Магдебургом, произошедшее ранее, показало, что необходимо срочно принять меры по применению практики депортации из Германии незаконных мигрантов. Проблема миграции и безопасности играет решающую роль в прекращении успеха правых популистов на выборах в Восточной Германии. В настоящее время люди не чувствуют себя в полной безопасности. То, что правопопулистская партия альтернатива для Германии стала наиболее влиятельной партией на Востоке Германии является неприемлемым. Правительство Германии ужесточило миграционную политику после инцидента в Мангеме, когда уроженец Афганистана напал с ножом на участников антиисламского митинга. В результате потасовки был убит полицейский. Тогда канцлер Олаф Шольц заявил, что мигранты, совершившие преступления на территории Германии, должны быть депортированы. По данным немецких СМИ, депортации из Германии сейчас подлежат около 13 тысяч афганцев. Отмечается, что многие из них могут и не быть депортированными Азербайджан активно создает благоприятную среду для стартапов и инноваций. Согласно отчету Всемирного экономического форума «Идея. Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана» в стране внедряются институты и программы, направленные на стимулирование развития бизнеса и продвижение инноваций. Отчет также свидетельствует о том, что Азербайджан видит в цифровой экономике не просто инструмент, а важный элемент долгосрочного социально-экономического развития. Правительство Азербайджана осознает значимость прямых иностранных инвестиций для цифрового развития и повышения глобальной конкурентоспособности страны. Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы включает в себя амбициозную задачу привлечь инвестиции, реализовать реформы и стимулировать развитие частного сектора. Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции совместно со Всемирным экономическим форумом в прошлом году начал проект по привлечению инвестиций в развитие цифровой экономики страны. Основная цель проекта — повысить привлечение иностранных инвестиций в цифровую сферу Азербайджана. В рамках проекта подготовлено 13 политических рекомендаций, из которых выбрано три основных направления. Одно из них — поддержка цифровизации малого и среднего бизнеса и стартапа в стране, а также стимулирование использования инвестиционных инструментов. Стратегия Министерства экономики Азербайджана включает три основных элемента — бизнес, общество и государство. Здесь основное внимание уделяется применению цифровых технологий в бизнесе, поддержке их внедрения в обществе и созданию благоприятной среды со стороны государства. Наша цель — построить экосистему для привлечения инвестиций в цифровую экономику, что напрямую совпадает с основными стратегическими целями страны. Отрадно, что отчёт о проекте, подготовленный Всемирным экономическим форумом, был опубликован на его сайте, отражая проделанную работу и рекомендации для Азербайджана. Несмотря на то, что традиционно наибольший объём инвестиций привлекает нефтегазовый сектор, отчёт ID о инвестиции в цифровую экономику Азербайджана подчёркивает сдвиг в сторону новых направлений. Так, с января 2016 года по апрель 2023 года большая часть новых инвестиционных проектов концентрировалась в сегментах финансовых, деловых услуг, программного обеспечения, IT-услуг и производства промышленного оборудования. Это свидетельствует о том, что Азербайджан делает ставку на инновации и цифровизацию, привлекая иностранные инвестиции в перспективные отрасли. Развитие экосистемы стартапов является важным элементом нашей стратегии развития цифровой экономики. Некоторые из девяти основных проектов направлены на развитие цифровой экономики и привлечение иностранных инвестиций в эту страну. Текущий проект строится на одной из трёх основных платформ в рамках нашего сотрудничества со Всемирным экономическим форумом, а именно на платформе цифровой коммерции. В рамках проекта начато сотрудничество по двум основным направлениям привлечения цифровых инвестиций – инвестиции в стартапы и цифровую инфраструктуру, а также развитие цифровых инвестиционных инструментов, таких как инвесттех. Новости о разработке в Азербайджане инвестиционного калькулятора продвижения индекса готовой умной промышленности в Сирии и налаживания партнёрских отношений с Google и Meta демонстрируют стремление страны к построению современной цифровой экономики. Сотрудничество с мировыми технологическими лидерами позволит стране получить доступ к передовым технологиям, ускорить цифровую трансформацию и повысить конкурентоспособность на глобальном уровне. Разработан инвестиционный калькулятор, который будет иметь особое значение при принятии инвестиционных решений. В рамках проекта проведены интервью и опросы с более чем сотней компаний, особенно иностранных, способствующих развитию цифровой экономики Азербайджана. Главная цель проекта – улучшение инвестиционной среды в стране. В сотрудничестве со специальной комиссией ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Аспрома мы организовали семинары по этим трем направлениям. Стратегия развития цифровой экономики, основанная на сотрудничестве, инновациях и взаимовыгодных партнерствах, открывает перед Азербайджаном перспективы устойчивого роста и процветания в эпоху информационных технологий. Нармина Хамбабаева, Наиб Гаджиев, Си-Би-Си. Россия ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе в украинском направлении. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал, открывая переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. Он также отметил, что взаимодействие между Россией и КНДР основано на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Свои подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Данный документ будет лежать в основе отношений двух стран на долгие годы вперёд. Представитель Кремля отметил, что новый документ будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакого конфронтационного характера и не будет направлен против каких-то стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку войны российской политики, в том числе на правительственном направлении, имея в виду наши борьбы с навязанным на протяжении десятилетий и неизменной политики со стороны и неизменной политической политики со стороны Соединенных Штатов и в отношении российских организаций». Российский политолог Дмитрий Верхотуров оценивает данную встречу как коренной разрыв с прежним миропорядком. Так как в рамках прежнего миропорядка, как отметил эксперт, КНДР была страной-изгоем, на которую накладывали санкции и всячески ограничивали. Причём Россия этим санкциям не противодействовала до начала спецоперации в Украине. «Санкционный режим, который там создали американцы, провели через ООН, и таким образом они пытались задавить Северную Корею, он теперь полностью отброшен и, соответственно, теперь уже, как говорится, никаких таких ограничений в отношении Северной Кореи не идёт. Это полный разрыв с прежним миропорядком, то есть Россия таким образом показывает, что никаких правил, навязываемых США, под каким-либо предлогом, под каким-либо объяснением она соблюдать не будет». Россия и Северная Корея укрепляют своё сотрудничество, что включает военные и технологические аспекты. РФ предлагает помощь в модернизации северокорейских вооружений и поддерживает развитие их космических программ, что вызывает обеспокоенность в международном сообществе из-за возможного усиления военного потенциала Северной Кореи. «Россия стала первой страной с момента распада Советского Союза, готовой предложить Северной Корее военное сотрудничество. Это даёт Северной Корее возможность модернизировать свои обычные вооружения, а также военные, разведывательные спутники и космические программы, что Россия открыто заявила, что готова сделать». Основной вопрос, конечно, заключается в том, готова ли Россия помочь в области оружия массового поражения. По словам российского эксперта, это уже не вопрос сдерживания изолированной Северной Кореи. В современном мире Россия, Северная Корея и Китай объединились в блок, где военная составляющая не особо скрывается. «Это уже не сдерживать, условно говоря, одну Северную Корею, изолированную, скажем, не имеющую никакой военной поддержки со стороны. Другое дело, выступать сразу против целого волока, который составлен тремя крупными, хорошо вооружёнными, имеющими хорошую техническую базу государствами. Это совсем другой вариант. Это вообще изменение баланса сил не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, непосредственно то, что касается ближайших стран. Но это вообще изменение баланса сил во всём мире». Тем временем жители Южной Кореи выражают серьёзную обеспокоенность в связи с возможным расширением военного сотрудничества между Россией и КНДР. Они считают, что это создаст значительную угрозу для безопасности Южной Кореи. И в связи с этим правительство Юнсок Йоля должно разрабатывать новые контрмеры для защиты страны. «Если Россия предоставит Северной Корее гораздо больше технологий для военного сотрудничества, это может стать серьёзным ударом и по Южной Корее. Поэтому в Южной Корее правительство Юнсок Йоля должно придумать новые контрмеры». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе своего визита Путин подарил Ким Чен Ыну новый аурус. Российский же лидер получил в подарок несколько художественных произведений с его изображением. Отметим, что корейский лидер назвал Путина самым дорогим другом корейского народа. Бриллиант Исламова, CBC. Ну это были все актуальные новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова